Десна-ТВ В Смоленске подвели итоги предварительного голосования. Мы работаем в выходные дни и все-таки попытались сохранить. Еженедельное совещание у главы администрации. Сводка криминальной обстановки в городе. 24 мая в школах Десногорска и Центре образования прозвенел последний звонок. Этот праздник, пожалуй, самый долгожданный для выпускников 9-11 классов. В этот день ребята прощаются с беззаботным детством и веселыми школьными днями, вступая во взрослую жизнь. Как прошли праздничные линейки в нашем городе, смотрите в нашем первом сюжете. Чтобы память о празднике последнего звонка сохранилась на всю жизнь и оставила в сердцах школьников самые теплые воспоминания о школе, старались все. Каждый педагогический коллектив усиленно готовился к этому дню. Холлы и актовые залы школ были украшены шарами, лентами, рисунками и плакатами. На главном школьном празднике в конце мая – нарядные и встревоженные выпускники, задумчивые родители, мудрые учителя. В каждой школе были почетные гости, которые поздравляли выпускников и говорили им добрые слова. Вы уже не школьники, вы уже взрослые люди. И тот путь, который вы выберете, это будет ваш личный путь. И вы будете ответственны за свой путь. Выпускники также благодарили за терпение и труд учителей и родителей, которые им помогали и направляли на протяжении всего учебного марафона. Только не переживайте, мы вернемся к вам опять. Каждый год на вечер встречи нас вы будете встречать. Вам желаем, наш учитель, сил, здоровья и добра, чтобы хватило оптимизма вам на долгие годы. Выпускники станцевали традиционный вальс, символизирующий переход от детской жизни во взрослую. И вот самый волнительный момент. По линейке проходит одиннадцатиклассник, несущий на своих плечах первоклассницу с колокольчиком, звон которого возвещает об окончании учебного года. Отзвенел последний школьный звонок. Впереди выпускные экзамены. Желаем всем успешно их сдать, определиться с дальнейшим жизненным ориентиром и помнить свою школу. 24 мая в Смоленске отметили День славянской письменности и культуры крестным ходом. В мероприятии приняли участие губернатор Смоленской области Алексей Островский и митрополит Смоленский Рословский Сидор. Завершился праздник концертом на площади Ленина. С 23 по 29 мая в Десногорской детской библиотеке проходит акция «Просто сдайте книги» для тех читателей, кто забыл вернуть литературу. 22 мая прошел всероссийский Единый день голосования по отбору кандидатов в депутаты от партии «Единая Россия». В Смоленском региональном отделении подвели предварительные итоги. Предварительное голосование проводится партией «Единая Россия» не впервые. В городе работало три счетных участка. Десногорцы охотно приняли в нем участие, поскольку имеют возможность выбрать кандидатов, за которых будут голосовать на выборах в Государственную Думу. Подобная инициатива является, наверное, самым важным, самым простым способом проявления демократии, когда нам позволяют не только выбирать из предложенных кандидатов, нам предлагают даже выбрать самим, кто вообще этими кандидатами может быть. От Десногорска в список был выдвинут секретарь Десногорского отделения партии Анатолий Терлецкий. «Учитывая важность мероприятия, которые сегодня проходят, это всероссийское мероприятие, несомненно, и консервы с энергоатом, и, конечно, Смоленская атомная станция не могли обойти стороной данной мероприятия. Считаем, что оно очень важное и очень полезное, необходимо и для развития города Десногорска, развития Смоленской области, ну и для развития всего нашего государства». В 176 округе, к которому относится Десногорск, среди 15 предложенных кандидатур больше всех голосов набрала заместитель губернатора Смоленской области, координатор партийного проекта «Крепкая семья» Ольга Окунева – 67,12%. Второе место занял депутат Государственной думы Артём Туров – 35,22% голосов. По федеральному избирательному округу лидером является заместитель председателя Государственной думы Сергей Неверов, набравший 68,52%. Второе место заняла заместитель губернатора Смоленской области Ольга Окунева – 50,33%. Третье – депутат Государственной думы Артём Туров, за которого отдали голоса 25,34% избирателей. За ними следуют депутаты Смоленской областной думы Ольга Васильева и Артём Малащенков, набравшие 8,81% и 6,58% соответственно. Региональная организация Всероссийского общества слепых готовится отметить 95-летие. На её учёте в настоящее время по области состоит более 1200 человек. Почти все они ведут активный образ жизни, занимаются спортом, участвуют в мероприятиях. Каждый день доказывая себе и окружающим, что возможности человека безграничны. Студенты Десногорского энергетического колледжа провели благотворительную акцию «Подари детям праздник» для воспитанников реабилитационного центра «Солнышко». Активная молодёжь подготовила для детей программу с командными играми, загадками и квестами. Во вторник на плановом оперативном совещании глава администрации нашего города Вячеслав Седунков подвёл итоги минувшей недели и определил задачи на текущую. С 23 мая на должность председателя Комитета по городскому хозяйству и промышленному комплексу назначен Александр Новиков. После гидроиспытаний на первом микрорайоне управляющая компания устраняет выявленные дефекты. Работы продлятся до 13 июня. Затем начнутся гидроиспытания во втором микрорайоне города. 23 мая глава муниципального образования принял участие в работе заседания Международной научно-технической конференции, где сделал доклад о взаимодействии с подразделениями гражданской обороны, МЧС и подразделений станции. В Лесногорск в очередной раз имя своё от Амграда, наукограда утверждает. 27 мая будет работать межведомственная комиссия по приёмке летних лагерей. А с 1 июня уже откроются детские оздоровительные площадки. Инфекционные заболевания на минувшей неделе регистрировались на обычном уровне. 31 мая состоится очередная сессия Десногорского городского совета. Криминальные новости. В Ярцево полицейские задержали супружескую пару за торговлю сильнодействующим наркотиком карфентанилом. Его доза в тысячу раз превосходит героин и в 10 тысяч превосходит морфин. Дома у супругов полицейские нашли более 15 грамм препарата. А это превышает даже особо крупный размер. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело и ведётся следствие. А о том, что произошло в Десногорске за неделю, нам расскажет майор полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 139 сообщений и заявлений. Из них 5 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 137 административных правонарушений. В том числе нарушений правил дорожного движения 107. Задержаны водители в состоянии алкогольного опьянения 1. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 16 человек. И ещё. С 24 мая по 7 июня ГИБДД проводит в Смоленской области мероприятие «Внимание, дети». Сотрудники госавтоинспекции уделяют повышенное внимание тому, как водители перевозят юных пассажиров. Напоминаем, что детей до 12 лет необходимо перевозить в специальном удерживающем устройстве. Несоблюдение требований влечёт наложение штрафа в размере 3 тысяч рублей. В Смоленске подвели итоги конкурса на противопожарную тематику «Неопалимая купина». Конкурс организован Смоленским областным отделением ВТПО совместно с Управлением ЧС России и Департаментом по образованию, науке и делам молодёжи. Лучшие работы представит наш регион на всероссийском этапе. Новости спорта. Смолянки завоевали медали чемпионата Центрального федерального округа по дзюдо. Соревнования проходили в городе Брянск с 20 по 22 мая. Нашу область представили воспитанницы Александра Мальцева, Владимира Федяева и Юрия Кацена. Анастасия Филиппович в своей весовой категории стала абсолютной победительницей чемпионата ЦФО. А Виктория Козурина и Надежда Лукашева завоевали бронзовые медали. По итогам соревнований спортсменки прошли отбор на чемпионат России. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Также мы ждём ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!